К лету готовы. Так можно охарактеризовать детскую здоровительную компанию в Ленинском районе в 2018 году. В нее планируется вовлечь не менее 7 тысяч ребят. Это разные формы отдыха, дневного и круглосуточного пребывания, поездки по Подмосковью, в Крым, а также за рубеж. В преддверии Международного дня защиты детей первый заместитель главы Ленинского района Дмитрий Волков провел тематический прием граждан, посвященный вопросам летнего отдыха детей. Одна из посетительниц Наталья Голубева. Ее дочь Алина уже 4 года занимается шахматами и у девочки второй юношеский разряд. Я слышала, что есть программа, лагерь для одаренного детей. Может быть можно собрать какие-то портфолио, документы. Все в этой жизни для детей и ради детей. Соответственно, талантливые дети у нас поедут в Болгарию в этом году. Обязательно у нас будут направления, в том числе и по Подмосковью. Очень у нас много знамечательных мест. Мы и в обязательном порядке сохраняем так называемую частичную компенсацию арендной платы. Это о стоимости путевки не менее 60%. Всего по программе частичного возмещения предусмотрены порядка 300 путевок. Кроме того, с нынешнего года стало еще проще подать само заявление на отдых. Теперь это помимо традиционных способов можно сделать и на региональном портале госуслуг. Не забывают власти и о каждодневном отдыхе подрастающего поколения. Наталья Пересветова пришла с вопросом о детской площадке, расположенной на улице Пионерской в Расторговской части Видного. Уже достаточно давно здесь из соображений безопасности сняли карусель и качели, но с тех пор нет никакой информации о дальнейшей судьбе площадки. Площадка у вас будет, она есть в первоначальном бюджете, то есть даже незначение. Она говорит, что сейчас в торгах, в июне, она говорит, в принципе, к концу июня выйдут, за июль, август, ну, в зависимости от погоды, как это все будет. То есть я думаю, что если все хорошо, то есть в лето это край, но по идее, если даже площадку устанавливать, если все расторговано, по идее, там за месяц можно поставить. Напомним, что старт летней оздоровительной кампании намечен на 1 июня. Продолжение следует...